всем привет и у меня возникла проблема с запуском изи античита кстати говоря у меня установлен windows 11 и я только что удалил и переустановил заново игру и как вы видите я получаю ошибку изи античит launch error а до этого я получал другую ошибку 3005 и в этом видео я покажу все способы решения данной проблемы а в конце видео игра запустится и данные способы должны подходить ко всем играм с данной проблемой и для начала я скачиваю zip файл ссылку на данный файл я оставлю под видео в описании по сути в этом файле находятся шрифты и фото для изи анти так которому ему не хватает дальше я просто захожу в папку где расположена игра и нахожу там папку изи античит дальше просто распакуйте все файлы которые скачали в эту папку здесь мы подтверждаем что хотим заменить все файлы и да простите что видео получилось слишком длинным я хотел подробно показать все способы решения данной проблемы но и детально все показать и так здесь я устанавливаю шрифты windows они у меня были установлены но я решил их все-таки переустановить заново да у меня была странная проблема почему-то изи античит с этап . экзо не запускался я не знаю чем это связано но в общем то он мне не нужен был хотя у остальных я смотрел он запускается тут я решил проверить запускается ли игра она опять выдавал ту же ошибку поэтому я просто пришел к следующему шагам кстати со стима можно перейти к расположению файлам игры просто нажав правой кнопкой на игру и выбрать путь к файлам к игре это будет шаг 2 здесь я укажу глобальные настройки к самой игре и к запуску античита чтобы запускалась от имени администратора хоть я не знаю помогло ли это мне в итоге но обычно в играх такое может помочь просто откройте свойства и установите галочку запуск от имени администратора у обоих этих файлов и 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 я решил просто перезапустить стим, хотя на самом деле в этом смысла никакого не было. И пытаюсь заново проверить, исправилась ли ошибка. И видно, что ничего не поменялось. И следующий способ довольно необычный был, но я видел, что многие пишут, что он помогает. Вам надо будет перейти на диск C, пользователи, выбрать своего пользователя, потом выбрать APP Data, Roaming, Easy Anti-Cheat и здесь выбрать файлик Service Log. Найти свой собственный ключ, который пытается установить Easy Anti-Cheat. Да, ключ у всех может быть разным, поэтому вам нужен именно свой. И кстати говоря, PP Data это скрытая папочка. Надеюсь, вы знаете, как сделать, чтобы было видно, чтобы показывала скрытые папки. Здесь мы переходим к расположению игры и заходим в папочку Easy Anti-Cheat и создаем обычный текстовый файлик, в который вписываем следующее. Я оставлю в описании под видео и через пробел вставляем свой ключ. Дальше нужно поменять текстовый файл на BAT файл и установить, точнее переименовать его как Setup. Надеюсь, что, как менять тип файла с текстового на BAT файл, вы тоже знаете в своей винде. Вот такой файл у вас должен получиться. На него нажимать не надо, он просто должен остаться здесь. Дальше я опять пытаюсь запустить игру и получаю другую ошибку, довольно странную. В общем-то, дальше я просто перезапускаю компьютер. И ошибка, которая была Easy Anti-Cheat Error, она у меня еще осталась, она не исправилась, поэтому я перехожу к следующему. Очень странный способ решения я увидел в интернете. Они говорили удалить два видеофайла по данному пути и некоторые писали, что это помогло решить данную проблему, хотя это очень странно и мне это не помогло. Я бы не советовал бы это делать, это очень странный метод, но я решил оставить его здесь. Просто удаляю два этих файлика, захожу в игру, пытаюсь проверить, получаю ту же ошибку. Поэтому я просто нажимаю ktrl-z и возвращаю эти два файлика на место. И, в принципе, иду дальше. Здесь я хочу перейти к расположению файла Easy Anti-Cheat на моем компьютере. По сути, я нажимаю Windows R, чтобы открыть данную строку и вписываю данную строку. Мне выдало какую-то ошибку, хотя, по сути, не должно было выдавать, поэтому я решил вручную перейти к расположению этого файла, этого пути. Но эту строчку я оставлю в описании, может быть, у вас получится это сделать так, как я хотел. Заходим в своего пользователя, appdata, roaming, easy anti-cheat и там в гейм-лаунчер. И в эту папочку я скачиваю те шрифты, которые я с самого начала качал. Там три шрифта и три изображения. Просто беру тот zip-файл и опять распаковываю его только уже в другое место, вот сюда. Проверяю запуск игры и она наконец-то запустилась. Кстати говоря, потом я еще пару раз пытался запустить игру и мне уже потом не выдавало ошибок с Easy Anti-Cheat ROR и с ошибкой 30.005. Да, и этого было мне достаточно, и игра потом запускалась без каких-либо проблем. Но из еще одних способов, которые писали, я видел, что пытаются порекомендовать обновить свои драйвера на видеокарту на устройство. Хотя, по сути, это звучит очень банально. У меня лично на видеокарту не обновлен драйвер, она все равно запускается. Я этим не занимался, так что можете попробовать. И да, чуть не забыл, я видел еще один способ решения данной проблемы, хотя он довольно-таки тоже странный. Нужно было зайти в службы и выставить, чтобы они запускались не автоматически, а вручную, и чтобы всегда она была запущена. Именно чтобы сама служба Easy Anti-Cheat была запущена. Для этого надо зайти в Windows R, написать сервис MSM, найти службу, свойства, выставить тут не автоматически, а выставить вручную и запустить ее. Писали, что это помогает, хотя я лично это не делал, я посчитал это странным, да и у меня игра уже запускалась к тому времени. В общем, я этого не менял и оставил все как было. И спасибо за просмотр, надеюсь, вам помог этот мини-гайд с борьбой с данной ошибкой. Пишите в комментарии, если у вас теперь тоже игра запускается без ошибок, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok